Кубок России Покудо достался Ивановцу. Соревнования, которые проходили в минувшие выходные в Пятигорске, собрали десятки сильнейших спортсменов со всей страны. У нас два таких серьезных мероприятия в России проходят. Это чемпионат России и Кубок России. И по два человека, которые выступают на России, кто становятся первыми, старыми, то они возглавляют в сборную России. То есть они уже выступают на чемпионатах мира, чемпионатах Европы. Поэтому туда приезжают все сильнейшие спортсмены страны, начиная, как я говорил, от Дальнего Востока, кончая Югом России. Александр Аркадьев, воспитанник чемпиона мира Эдгара Коляна, был единственным представителем нашего региона на Кубке. Подготовку Саша начал за месяц. Так как спортсмен был уже в неплохой форме, титулованный тренер делал акцент в первую очередь на тактике боя. Больше на функционалку, на скорость, на силу удара. И тренировка была построена на разнобланной. То есть все разное должно быть. И в этом присутствовали и удары руками, и скорости, ногами, и плюс борьба. Тактика всего большая была. Именно конкретно на что-то цель была. То есть как бы такого у нас не было. У нас было взято всего понемногу, чтобы у него арсенал был большой. На татаме спортсмену эти навыки пригодились. На Кубке Саша провел четыре боя и в каждом одержал уверенную победу. Конечно, не обошлось и без драматичных моментов. В своем третьем поединке Ивановец получил травму. Как позже выяснилось, это была трещина в ребре. Наставники спортсмена даже думали снять его с соревнований, чтобы не усугубить состояние здоровья. Если руку повредил, ногу повредил, то есть ты еще можешь биться. Потому что как бы ты бережешь эту часть тела и можешь биться. А когда ты повредил ребро, то есть это уже ты не можешь ни вдохнуть, ни выдохнуть. То есть каждое любое движение болезненно реагируется. Это как бы все тело твое. Поэтому ему было очень больно дышать. Даже вначале, после как бы он вышел с сваткой. Решение остаться и выступить в финале Саша принял сам. Несмотря на боль, он захотел выйти на татами и побороться за свое заслуженное первое место. Я вспомнил, когда в 2014 году мой тренер Эдгар Колян на чемпионате мира, он порвал бицепс, связки мышц. Я, ну, краем уха слыхал, смотрел на него. Он говорит, я пойду драться. И японским врачам было на руку, потому что он попадался с ихним же японским бойцом. Им было на руку его снять соревнования. Я, как сказать, впитал это от тренера, что надо идти до конца, какие бы боли не были, что мы должны показывать только лучшее. Финальный бой оказался долгим и выматывающим. Судьи дважды назначали дополнительное время. В итоге поединок длился в три раза дольше. Все это время Саша терпел боль и не давал противнику почувствовать себя хозяином положения. На последних секундах схватки Ивановец нанес решающие удары и сумел отобрать у соперника победу. И победителем данной категории становится Аркадьев Александр. Проявленную спортсменом силу воли судьи тоже оценили. Ивановца отдельно отметили кубком за волю к победе. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.